всем привет дорогие друзья добро пожаловать на туториал по маппингу в df2 появилась у нас наконец-то мапперская сборка и я все что знаю вам расскажу сразу скажу что я в этом софте далеко не специалист в андреу инжайне поэтому от меня каких-то супер у пер вещей ждать пока что по крайней мере не стоит но тем не менее я думаю что смогу вам помочь начать маппить и так для тех кто первый раз вообще зашел в андреу про интерфейс быстренько расскажу потом про настройки про и выбрали про их настройки и на этом собственно закончим на этом уроке какой план небольшой будем такие небольшие маленькие делать уроки которые будут касаться я какой-то одной вещи чтобы если что потом для повторения было проще искать они один большой урок по маппингу где я целую карту в маппите потом вы ничего не запомнить в общем-то файле у нас можно сохранить уровень ну и вам тут больше ничего по сути не надо в эдит тоже ничего не надо если только вы не хотите добавить какие-то плагины но это уже самостоятельно можете погулять какие плагины существуют что вам возможно понадобится windows бывает иногда полезно то есть можно добавить и порт и во вкладке viewports у меня галочка стоит на один у меня одно 3d окно если делают 8 2 у меня добавляется второе я его могу к примеру перетягиваю вот за этот ярлычок я его могу к примеру вот так прикрепить здесь выделяю ты кликаем мышкой видите у меня синяя водка выделяется определенный вид пор и я в нем могу уже менять допустим другой вид либо ну то есть поработать 3d окне поработать водой окне и так далее но мне так не очень удобно тут уж смотрите сами как бы на цвет и вкус как говорится собственно тут все особо вам больше ничего и на но если или если вы закрыли какую-то из нужных вкладок либо у вас чего-то из того что есть у меня нету контент браузер пожалуйста вот вам world outliner вот вам world settings то есть вот да но эти настройки вам скорее всего не пригодятся поэтому волноваться не стоит ну и тулбар статистика levels если вдруг вам надо да то есть отключить включить но это скорее всего вам ничего из этого не пригодится просто чтобы вы знали ну и далее здесь у нас собственно play когда мы его нажимаем мы начинаем играть то есть чтобы потестить карту на маппеле и сразу можем пойти играть потестить далее внизу здесь у нас фов здесь тоже по идее вам ничего может не пригодится но есть вот такая полезная штука как layout то есть уже заготовки можете сделать себе 4 панели да кто-то любит вот как в радианте у кого-то было можете сделать допустим вот 2 да как и дел можете как угодно пожалуйста тут вариантов много можно его так и так и сяк андрил в принципе предлагает большое количество но я привык с одним 3d окном а может смотрите как вам удобнее далее вкладка перспектив это собственно виды и порта то с какой стороны посмотрим и сразу предлагаю вам запоминать ход кей потому что я к ним больше не вернусь я буду тыкать только ход кей в основном я использую топ left и фронт ну естественно перспективу аль джей альтей альт эйч больше ничего нам не на ну и аль джи и собственно они все рядышком привыкнуть в принципе можно иногда бывает что пропадает сетка возможно мы с этим столкнемся тогда приходится если допустим с виду с видом слева сетки нету вот этой то мы можем перейти вид справа и вид с видом справа она обязательно будет но это не суть важно здесь у нас view мод то есть лид это с отображением это грубо говоря превью карты то есть когда мы настраиваем свет материалы и так далее в лите это все видно англит это выключение всех эффектов то есть нету ни света материалы выглядят как обычные так далее мопить удобнее всего в англите особенно если у вас есть sky сфера какая-то которая дает свет особенно если у вас есть но тут есть солнце например давайте вам наглядно покажу то есть вот лид и чем ярче мы делаем солнце тем ярче собственно у нас становится поверхность вот поэтому бывает что когда там настраиваете уже стены и не мешаются и так далее просто делаете я в маплю в основном англите лид очень редко перехожу там уже в последние случаи и варфрейм посетка я ее никогда практически не изу можно использовать деталь лэйти латнинг это мы потом к этому придем reflections отражения и так далее это мы потом придем здесь нам ничего по сути делать не надо шоу и так справа у нас тоже запоминаем если что фотки то есть передвигать на w то есть вот мы выделили браш нажали ну w по умолчанию и можем двигать эту браш далее у нас е это поворачивать вращение мы можем ее повернуть всем трем осям как нам угодно ну и скейл скейл скейлом пользоваться не рекомендую потому что если вдруг что если вам надо будет допустим какой-то участок карты увеличить равномерно к примеру такого такое случается будет случаться скорее всего редко но я один раз столкнулся и больше не спорни не использую скейл для того чтобы уменьшить браш потому что если у вас разный скейл то есть вы вы вот вы давайте наглядно покажу сразу вот вы добавили допустим вот видите тени они могут мешаться мы будем в англите с вами все делать глазки привыкнуть ничего страшного допустим здесь у меня скейл вот такой вот а здесь единица если я это все буду скейлить они у меня будут скейлиться по-разному и в дальнейшем если вы захотите какой-то участок карты увеличить уменьшить там еще но какую-то есть брашей не знаю хоть захотите от скейлить но скейлом еще раз повторяю пользоваться я не рекомендую потому что это дальнейшем может очень негативно сказаться у вас будет будут собственно проблем и так далее это передвижение по локальным либо по мировым координатам то есть вот это мировые и если я поверну его допустим вот так то у меня гизма вот эти стрелочки так и останутся вот если делал локально то я могу куда полигон смотрит собственно вот этот смотрит диагонально туда и я могу его именно так и тягать это очень бывает полезно поэтому пользуйтесь на здоровье surface snapping это нам не нужно это привязка к сетке здесь собственно скилл сетки если мы перейдем вид сверху ведь она достаточно мелкая 32 ну в 32 64 в основном маппет можете конечно и 8192 но не думаю что будет такая необходимость итак кубики начинаем ход кейми пользоваться здесь у нас snapping по поворотам то есть выбираем допустим 15 градусов можно его отключить всякое бывает и браж будет плавно поворачиваться ровно так как вам нужно если мы включаем то поворачивается ровно по 15 градусов и скейл собственно тоже можно сделать скейл снаб то есть 10 если мы через кел не вот в настройках скейлем а через viewport он у нас будет скейлить по 10 например да как мы настроили а и к тому же прошу обратить ваше внимание что когда мы скейлем сама текстура сама сетка у браши она тоже скейлиться и в этом тоже есть неудобства потому что желательно конечно для текстур чтобы везде была одинаковая сетка на всех брашах поэтому скейлить еще раз говорю не рекомендую но если вы с этим совладаете то ради бога давайте и уберем ну и правый клик зажимаем во вьюпорте можем крутиться на vsd мы двигаемся чтобы двигаться на в быстрее мы можем покрутить колесико вперед чтобы двигаться медленнее колесико назад собственно все и так здесь у вас возможно некоторых вкладок не будет не помню говорила или нет поэтому если что переходим в windows и настраиваем у вас были обязательно все эти вкладки потому что они все полезны и также их тоже можно передвигать куда угодно переставить это уже как вам удобно сделаете итак заходим maps у вас будет черный экран заходим maps тест map и вот здесь вот этот файл level он ваш основной то есть это файл карты мы его открываем у нас вот эта карта собственно открывается тест map пока не берите в голову я вам а потом последовательно расскажу и так главная вкладка по брошем это мод здесь переходим в джо метре и собственно как я уже делал добавляем бокс и обычно сразу скажу что он добавляется далеко не всегда по сетке свете он немножко сдвинут от сетки и чтобы не выравнивать его допустим не делать не искать сетку которую нам надо там 4 на например и и подравнивать это очень неудобно давайте вернем брат мы у нас есть настройка а лайн браш верти сайсис и и жмякаем и у нас сразу брошь выравнивается то есть по дефолту бывает конечно что бокс ровно встанет но перед тем как редактировать ваш брошь обязательно нажмите лайн брашивайте сайсис и собственно она вас просто бокс встанет по сетке и так по основным настройкам у нас есть брошки а дети в с абстрактив брошей шейп можем мы тут поменять то есть если мы добавили случайно например бокс а хотели конус вот мы пожалуйста выбрали конус у нас поменялось на конус можем и на лестницу допустим поменять да и на куб обратно и так далее далее у нас размеры то есть вот по иксу по игреку в этом все мы можем тоже здесь сделать при этом сетка не скейлиться сеткой все по порядке но я рекомендую все таки делать не таким образом хотя если вы точно знаете что 8 по иксу вас должно быть тот пожалуйста можете сразу себе сделать 500 но опять же это как как кому удобно и так волшеб нас пока недоступна потому что у нас не стоит галочка на холл полу для тех кто знает немного английский пустота то есть мы ее когда нажимаем у нас внутри образуется пустота то есть создается комната и волшеб нас здесь не видно будет вот так у нас видом сверху был фиг нас это собственно толщина стенок пока что мне не пригодилась но имейте ввиду что такое есть этим я обычно не пользуюсь и писал этим это собственно как-то сказать по грамотнее ну как вы видите давайте визуально сделаем заключение что когда мы нажали кислый тут нас добавились дополнительные грани то есть он увеличивает четко сетки если так можно выразиться если мы убрали то но мне ни разу не пригодилась к и надеюсь что вам не пригодится потому что лучше вот таким вот образом если если нет в этом необходимости какие треугольники не создавать по крайней мере в макинге далее у нас собственно конус у него все те же самые настройки стороны можно сделать его максимально плавным внешний радиус и так далее это совсем подробно про все не буду говорить но допустим вот кстати и такой нюанс у нас опять съехала смотрите поменяли когда тип допустим на вам нужно чтобы вот этот цилиндр или вот этот конус тоже был по сетке в этом случае мы можем нажать лайн вертишь верти сайзлайн браш верти сайс из но имейте ввиду что он выровняет точно по сетке каждую каждую точку каждый вертекс поэтому ваша геометрия может слегка измениться видите он ровный если мы делаем олайн то он немного искривляется это нужно иметь ввиду с цилиндром немного попроще но не совсем прям попроще но если сделать допустим 12 сторон и сделать олайн ну как-то кривовато да стран в общем в большинстве случаев это работает нормально если вы где-то добавляете то либо выравниваете по сетке самостоятельно либо пытаетесь поймать хорошая line это уже как бы я это это я не смогу объяснить собственно есть сфера сферы сферы изначально сэвэйшн 2 можно сделать 3 чтобы она более детализированы было 4 и 5 но опять же тут если вам нужно можете конечно и такую сделать но это очень большая будет нагрузка на ваш компьютер также можно изменить радиус сделать поменьше побольше и так далее и так про с абстрактив абстрактив можно сделать любую браш либо здесь можем при добавлении выбрать с абстракт и у вас сразу добавится с абстрактив браш но мне удобнее все таки сначала добавить эту браш а потом ее сделать с абстрактив и так что такое с абстрактив для тех кто не знают а я надеюсь что все знают это собственно обрезание если так коротко говоря то есть вот мы делаем допустим абстрактив цилиндр и он у нас врезается допустим в пол он у нас вырезает допустим сферу а сферу не вырезает почему потому что сфера стоит после то есть я сферу добавил после этого цилиндра и прошу обратить внимание сразу что когда вы делаете с абстрактив она становится в 3d в порте невидимой если она не выделена поэтому старайтесь ее не терять из виду так сказать и сразу куда нужно поместить про нее не забывайте потому что если у вас она где-то потеряется потом могут быть некоторые проблемы при геймплее возможно возможно и не будут но терять и не стоит и так почему не вырезается сфера потому что сфера у нас появилась после этого цилиндра и чтобы это изменить вот здесь в ордер есть последовательность то есть первой и последней если мы делаем первой то у нас сразу вырезается цилиндром так по нагляднее вот таким образом давайте может даже нет вот и чтобы допустим вы раз выделили на escape можно все раз выделить чтобы выделить снова свой сабстрактив браш вы хотите поменять ее какие-то настройки или передвинуть или еще что-то вы можете нажать просто на ту грань которая вырезана именно то есть внутренние которые появились у нас благодаря этому сабстракту мы на нее нажимаем и у нас выделяется сразу вся сабстрактив браш вот собственно и суть сабстрактив брашей что вам еще рассказать а ну да самое главное и работе с карт при маппинге карты естественно в основном все делается из боксов я делаю почти все из боксов очень редко используют танки цилиндры для колонн и так далее но в если вы были на стримах по маппингу вы наверное замечали у нас есть здесь также запоминаем сразу shift 1 это у нас геометрия в джоометрии этого этого мы пока ничего касаться не будем это потом последовательно так сказать и shift 5 это у нас джо метрии дитинг эти к этим настройкам мы тоже если что потом придем они нам сейчас не особо нужны а собственно перри когда переходим в edit mode здесь мы можем выделить точки можем выделить точки можем видеть выделить edge и с ними уже как-то манипулировать да таким вот образом и собственно если перейти вид сверху например в 3d окне мы можем очень устать например да выделять вот так все точки это очень неудобно если мы хотим к примеру выделить те точки сверху или вот так только пока вы если мы вот так выделяем выделяются именно все точки сбоку тоже самое касается и джей мы выделяем 1 edge и у нас выделяется сразу оба тем самым но мне удобнее двигать по . ну можете выделить edge и уже просто за стрелочку тягать то же самое точками но я когда как мне вроде как удобнее по . можно и по edge если допустим у вас стена очень длинная и вам вот так вот неудобно выделять можете просто сделать поближе и и сдвинуть вот у нас такая вот такая стена грубо говоря получается давайте мы ее почистим давайте мы ее возьмем как стартовую например для дальнейших каких-то манипуляций старт плеер выглядит таким образом здесь есть стрелочка вот это вот голубая не путайте ни с какой из если раз выделить то ее хорошо видно вот эта голубая стрелочка она показывает направление взгляда когда вы появляетесь то есть вот и появился вот он собственно я чтобы поменять sense кстати говоря если вы уже самостоятельно там начнете что-то ковырять накладывать брашки какие-то стены строить здесь вы можете в нажмете стрелочки выпадающем меню будет стендалон гейн нажимаете и его сохраняйте уровень в селектор и у вас открывается полноценная полноценный грубо говоря дефраг и нажав на escape вы не выходите обратно в редактор вы выходите в настройки например вы и здесь вы можете поменять уже себе и сенсы аксель что угодно и управление как вам удобно чтобы тестить и видео и аудио в дальнейшем появится то есть это все будет и так же просто нажимаем на экзи потом можете просто сделать так же ну мне удобнее в в окне снюю гиттер окно окно да и у вас все эти настройки здесь сохраняться и уже в дальнейшем можете просто нажимая escape что-то потестили нажали escape вышли поредактировали снова зашли потестили и так далее попрошу вроде бы все далее будем касаться материалов постепенно поступательно я постараюсь вам все рассказать по моему на данный момент все то есть можете вот зашли в тестовую карту и поупражняться главное не забудьте и открыть level заходим в мод еще раз напоминаю в shift 1 place джо метре добавляем если она у нас не по сетке она у нас вряд ли по сетке align brush vertis и с и начинаем редактировать через shift 5 здесь уже как вам угодно можете всякое такое на это наделать пока что все дальше мы посмотрим с вами материалы и поступательно будем там уже разбираться со светом как чего ну и control shift с естественно все сохранить не забывайте сохраняться потому что бывает что андрил крашится и напоминаю что возможно этого не сказал в эдитере мы редактируем brush в shift 1 в плейсе мы ее двигаем если вы хотите подвинуть в эдитере допустим вот вы выделили вы начнете двигать у вас будет двигаться этот полигон не браш если вы хотите в эдитере ну бывает так что как-то не до этого да не пили не до переключения вы тогда можете выделить просто все браш допустим вот так все точки и уже ее подвигать как вам угодно но лучше конечно через shift 1 просто выделили подвинули и так далее а еще сразу оль такая проблема стряслась видите у меня точка сместилась pivot point называется чтобы ее переместить обратно куда вам удобно нажимаете правый клик пусть им а нажимаете за замок эти alt нажимаете колесико мыши и у вас в это место перемещается пивот можно в любую точку так поставить это в целом очень удобно потому что андрила есть такая проблема что вот эти точки они смещаются не знаю почему возможно только у меня возможно у вас такой проблемы не будет но тем не менее вот опять она сместилась потому что я не не так сказать не подтвердил в общем то мы зажим зажатым альтом маус 3 нажимаем нажимаем правой кнопкой и здесь выпадающем меню во строчке пивот тэпас и вот акцент и вот овс от хир и и теперь а нет что это пиво повсет значит да вот я видимо на автомате просто уже делал и не совсем видимо это запомнил и у нас уже здесь наша . для передвижения и дистан манипуляций то что бывает что вы там накопируете брашей у вас очень много всего и выделяя какую-то стену у вас вдруг . где-то вот здесь вот находится естественно это не очень удобно чтобы подвинуть эту браш нужно двигать ее вот отсюда ну и также зажатым альтом и зажатым маус 3 можно ее передвигать но опять же после передвижения и заново выделяя она сбрасывается поэтому если вы хотите оставить допустим вот здесь правой кнопкой пиво цепас пиво туса все и она вот здесь и остается но в других брашах она остается там где была на не меняется для всех браш вроде как все я примерно вроде бы все рассказал пишите какие-то вопросы вдруг я что-то забыл комментариях и увидимся на стримах и на следующих туториалов всем удачи всем пока